Сегодня у нас очередное и второе по счёту в весенней сессии заседания. Будет 37 вопросов, из которых 5 фракций КПРФ. Но я хотел бы вас поздравить с двумя праздниками большими. Первые сегодня 368 лет в Переславской Раде, когда запорожское казачество во главе с Богданом Хмельницким приняли решение о вступлении в Россию. Кстати, многие не знают, присягу давали лично, каждая станица, каждый хутор. Поэтому этого многие не знают. Ну и сегодня, вы знаете, время купания у проруби. Поэтому те, кто верит, должны искупаться обязательно. Но по законам хотелось бы нам пожелать, чтобы весенняя сессия всё-таки отвечала разговором в телевизоре. Вот сегодня у нас законы на отклонение. Какие? Ну, первое. Вы знаете, что у нас предыдущий руководитель Росалкогольрегулирования Чуян убежал после того, как ему было предъявлено обвинение в выводе 37 миллиардов рублей за мошенничество под чужой фамилией. Мы предложили закон ещё в 2017 году о том, чтобы лица, которые, злоупотребляя своим служебным положением, обогащаются, усилить им уголовную ответственность до 8 лет. Мне непонятно, почему, в принципе, и Верховный суд говорит, что мы необоснованно ужесточаем. Ну, у нас сегодня деньги же в бюджет нужны, да? И мы вот детям войны не можем уже, девятый вариант закона внесли, нам говорят, денег нет. А здесь 30 миллиардов. Более того, к нам обратилась ваша коллега из газеты «Аргументы и факты», замглавного редактора, о том, что схема Чуяна продолжается и сегодня, коррумпируя региональные правоохранительные органы, продолжает уклоняться от уплаты налогов и выводить деньги по той же схеме, перерегистрирующие и меняющие юридический адрес, производящие алкоголь компании. То есть вот слово и дело. Второй закон. Мы предложили о том, чтобы запретить увольнять контрактников, в том числе во время СВО, у которых закончился контракт в случае нахождения в госпитале. Ну, у нас есть просто факты, когда люди, которые получили ранение и находятся в госпитале, пока не находились в госпитале, у них истек контракт, и их просто из госпиталя выставили на улицу. Ну, мы считаем, что вообще-то необходимо законодательно приравнять их, или хотя бы к положениям Трудового кодекса, потому что у нас сегодня по Трудовому кодексу любой из вас, находясь в трудовых отношениях, не может быть уволен во время больничного, несмотря на основания. А военные, оказывается, можно. Третий закон о валютном регулировании и валютном контроле. Вы знаете, что у нас странная позиция. У нас арестовали, по разным оценкам, 350 миллиардов долларов золотовалютных резервов, да, и еще примерно на 600 миллиардов имущества наших сограждан, укравших и выведших средства за рубеж. Но у нас, смотрите, как это не парадоксально, но прошлым летом Минфин и Единая Россия единогласно проголосовала, ввели либерализацию закона о валютном контроле. То есть сегодня тем, кто продает за рубеж, можно оставлять средства за рубежом. Ну, вот эта борьба называется с вывозом капитала, понимаете? Ну и, конечно же, сегодня есть закон Нины Останиной, где она предлагает, чтобы увеличить или усилить роль семьи, 8 июля сделать праздничным днем, как раз днем семьи. Ну, он тоже на отклонение, хотя тоже, в общем-то, странная борьба за демографию. Вы знаете, что и вчера фактически во всех выступлениях, кроме одного, вопроса демографии акцентировались о том, что, в принципе, идет вымирание нашей страны. И, несмотря на присоединение четырех субъектов, мы с вами никак не можем перевалить за 150 миллионов численностей. Хотя наша территория, по мнению этнографов, чтобы ее удержать, надо население иметь не менее 350, а лучше 700. Иначе мы будем постоянно подвержены агрессии. Ну и по распределению обязанностей в Совете нашей фракции Юрий Петрович выполнил поручение фракции и проанализировал, что происходит с уголовным законодательством. Мы проанализировали некоторые принципиальные вопросы, касающиеся уголовного права. И речь пойдет о освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление. Надо сказать, что этот институт сейчас имеет очень большое значение. Большое значение в связи с тем, что, с одной стороны, власть провозглашает необходимость гуманизации законодательства уголовного, а с другой стороны, наше уголовное законодательство становится все более репрессивным. От года в год увеличивается количество законопроектов, которые усиливают, ужесточают уголовную ответственность, вводятся новые составы преступлений. Поэтому в этой связи приобретает большое значение вот этот институт, институт освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Вообще он применяется очень широко. У нас в Уголовном кодексе на сегодня 9 таких оснований, наверное, о них большинство людей слышали. Я напомню, такие как деятельное раскаяние, примирение сторон, возмещение ущерба, прекращение с назначением судебного штрафа и так далее. Мы, фракция, проанализировав, пришла к выводу, что тут два серьезных недостатка. Во-первых, отсутствие надлежащего регламента позволяет следователям, дознавателям, да и судьям время от времени пользоваться слабиной этого законодательства процессуального и собирать денежки с тех лиц, которые заподозрены в совершении преступления, действуя им в угоду. Брать отпускные им. Да, брать что-то, что-то брать, но деньги чаще всего, конечно, не щенки. И второе, о чем надо говорить, все эти нормы противоречат ныне действующей статье 49 Конституции о презумпции невиновности, где сказано, что виновность лица может быть определена только в приговоре. А решение о прекращении дела выносится не через приговор, а через постановление суда, либо, что еще тяжелее, это с постановлением следователя. Ситуации такие встречаются очень часто. Каждое пятое судебное решение по уголовному делу касается именно принятия вот именно таких решений. Каждое пятое достаточно много и на стадии предварительного расследования и дознания применяются такие вот решения. И поэтому нас эта проблема заинтересовала. Мы готовим, в стадии подготовки находится у нас соответствующий законопроект, который мы должны рано или поздно внести, хотя он очень сложный. И суть этого законопроекта сводится к следующим вещам, очень коротко я доложу. Это прежде всего необходимо осуществить систематизацию вот этих оснований, прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. Их надо уменьшить, потому что они перекликаются, они пересекают одно другое. И вот первые четыре, которые я назвал, их, конечно, надо объединить в одну статью. То есть это должен быть один институт самостоятельный. Тогда не будет конкуренции между этими нормами, тогда будет больше порядка. Далее есть у нас основание, такое серьезное основание прекращения по нереабилитирующим основаниям, как прекращение дела в связи, значит, по примечаниям к статьям особенной части. То есть у нас, положим, есть такая статья, как похищение человека. Если лицо, совершившее похищение человека, его освободило, оно освобождается от уголовной ответственности. Вот таких у нас 52 статьи, 52 таких основания. Там полный беспорядок, там полная неопределенность, там самые разные способы освобождения людей от ответственности. Там нет никакого прокурорского надзора, ну не то чтобы никакого, а эффективного прокурорского надзора. Где-то суды в эти ситуации вникают, где-то нет. Поэтому там надо наводить соответствующий порядок. Я обращаю внимание вот на статистику. У нас по данным судебной статистики за год освобождено по этим основаниям, по неполным данным, 6,5 тысяч, а 500 из них ранее были судимы с непогашенной судимостью. Можете себе представить, допустимо ли... Рецидивно. Да, допустимо ли такое? Конечно, нет. Третье, это вот презумпция невиновности, с которой что-то надо делать. Мы думаем о том, что делать, как сделать так, чтобы не следователь лицо делал виновным, ибо прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, это, конечно, не судимость, но все равно это человек несет соответствующую нагрузку из-за этого. У него, так сказать, лишается возможности поступить на службу в некоторой сфере государственной деятельности, и еще много всяких ограничений существует. Поэтому что надо сделать? Надо, конечно, все-таки скорректировать статью 49 Конституции, потому что слишком жестко сформулирована у нас презумпция. В международном праве там более мягкие существуют формулировки. Нам это надо сделать. Мы полагаем, да, процесс непростой, поменять Конституцию, поменять статью 49, это глава вторая Конституции. Но мы вполне можем поменять, потому что фракция КПРФ внесла соответствующий законопроект в Государственную Думу, а о том, чтобы созвать Конституционные Собрания, оно может менять статьи, касающиеся первой и второй главы Конституции. Ну и, конечно, необходимо, во-вторых, усиление влияния суда и прокурорского надзора. Необходимо на эти вещи. Сейчас, минуя прокуратуру, решаются очень многие вопросы, к сожалению. Этого нельзя допустить. Прокуратуру надо плотно подключать к этой задачке. И все такие дела должны разрешаться исключительно, исключительно, так сказать, в согласии лица. Полагаем, что решение этих вопросов позволит обеспечить порядок в нашей стране. Спасибо. Финансовый блок внес ряд законопроектов, часть которых мы поддержим больше. Наконец, начали прислушиваться к фракции КПРФ. И есть поддержка промышленных кластеров. Но промышленные кластеры – это несколько десятков предприятий. К сожалению, полностью правительство не прислушивается к нашим предложениям и не освобождает целые у нас сектора экономики, которые полностью не развиты. Вот представьте, в Южной Корее обеспеченность роботами на 10 тысяч работников больше 360 роботов. В Российской Федерации три робота. Освободите от налогообложения робототехнику и давайте развивать эту отрасль. Станкостроение. Освобождайте от НДС. Значит, производство подшипников. Освобождайте, вносите законы. Мы поддержим не только промышленные кластеры. Ну и непонятна, конечно, позиция, когда поддерживается нефтегазовая отрасль и сейчас даются преференции на разведку месторождений. Ни для кого не секрет, что при советской власти, значит, наука разведывала месторождение. До сих пор еще достаточно разведанных месторождений для того, чтобы добывать нефть и продавать его за границу. Но, к сожалению, цена на российскую нефть падает и смысла продавать. За границу нет, но продолжают гнать за рубеж. И представьте, в прошлом году, в 2022 году было добыто 530 миллионов тонн нефти. По минимуму, давайте посчитаем, это порядка 16 триллионов рублей. В бюджет попало только 11 триллионов. И им нужны еще какие-то преференции. Сейчас нужны преференции на другое, на то, чтобы решать вопросы людей на местах. На местах, к сожалению, у нас мусорная реформа провалилась. По 80% у нас износ сетей водоснабжения. В Камень-Шахтинске был на встрече с избирателями. Целая улица у нас открытая, значит, разломы в канализационном коллекторе. К сожалению, местная власть ни денег нет, ни занимается этим вопросом. Поэтому наши предложения все есть. Поддерживайте Компартию Российской Федерации. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин